Русская выхухоль является эндемиком Европы и встречается только на территории бывшего Советского Союза. Это единственный вид млекопитающих, который имеет в своем официальном названии слово «русская». Вот уже 35 лет, как этот зверек занесен в Красную книгу Российской Федерации и Всемирного Союза охраны природы. Выхухоль зверек небольшой, но очень симпатичный, с длинным подвижным носом-хоботком и густым пушистым мехом. На задних лапках у выхухоли есть плавательные перепонки, а на основании чешуйчатого хвоста находится железа, выделяющий мускусный секрет со стойким приятным запахом. Выхухоль живет всего 4-5 лет и почти все свое время проводит в воде. Селиться она предпочитает в озерах Старицы глубиной 2-3 метра, где много прибрежной и водной растительности. В крутых берегах хохоли роют норы, а вход в них неизменно находится под водой. Вообще нора выхухоли – это сложное сооружение с целой сетью ходов и гнездовых камер с запасами воздуха. Для хохоли это очень важно, ведь зимой у нее нет доступа на поверхность. Корм выхухоль тоже добывает под водой. И хотя она всеядна, в качестве любимого блюда предпочитает моллюсков и личинок насекомых. Если посмотреть на исторический ареал выхухоли, это будет огромная территория – от восточных границ Европы до самого Урала. В XIX веке зверек имел немалое промысловое значение. Было дорого и престижно носить шубу из меха выхухоли. Однако, увы, неуемная человеческая деятельность поставила этого зверька на грань вымирания. С середины XX века численность выхухоли неуклонно снижалась, и ареал оказался разорванным. А на рубеже XX-XXI веков из-за отсутствия охраны малых водоемов ее численность и вовсе сократилась до критического значения. У нас осталось всего несколько тысяч особей. Но самым жестоким ударом для выхухоли оказался разгул рыбного браконьерства. Из-за синтетических сетей страдают все обитатели водоемов. Особенно, если сеть осталась в водоеме бесхозной, насовсем. Гибнет рыба, птицы, протухает вода, да и выхухоли много не надо. Запутавшись в сети, она погибнет за пять минут. Позор на нашу голову, если мы допустим исчезновение русской выхухоли. Древнейшие животные, пережившие и эпохи оледенения, и революции, не выдерживают хищнического и равнодушного отношения к природе современного цивилизованного человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова